Привет, друзья! Выпустив в этом году сразу два необычных устройства, младший H5 и старший H7, компания Shanling здорово всколыхнула не только своих поклонников, но и тех, кто просто не может пройти мимо новинок, имеющих огромный функционал, вдобавок сулящих качественный звук. Меня эта участь, естественно, тоже не минула, но я оказался пока в рядах тех, кто решил начать с младшего H5. Ну а сегодня по истечении почти уже 30-дневного использования я, наконец, готов поделиться с вами своим субъективным мнением о Shanling H5. Однако в этом ролике, друзья, я пойду в разрез с нашими правилами. Сначала расскажу о звучании этого ЦАП и только потом совсем немного о своих сценариях использования, а о подробных характеристиках и прочем вам лучше и подробнее расскажет официальная страничка производителя или гугл при условии, конечно, если вас там не забанили. Кем, кто не следит за новинками Shanling и никогда не слышал о H5, рассказываю. H5 это небольшой комбайн все в одном, который может быть самостоятельным плеером, умеющим проигрывать файлы с карты памяти, благо им поддерживаются microSD до двух терабайт, может быть USB ЦАПом, подключенным к компьютеру или к смартфону по кабелю и может быть беспроводным ЦАПом, усилителем, подключенным к источникам звука посредством голубого зуба. Версия голубого зуба у него 5.0. Поддерживаются кодеки LDAC, EC, ESBC. За преобразование звука отвечает двойной ЦАП AK4493CQ. Для проводного прослушивания предусмотрено два выхода под наушники, один балансный на 4,4 с достаточно хорошим током и выходной мощностью 840 мВт на 32 Ом, и второй обычный на 3,5, выдающий гораздо более слабый ток, и 227 мВт на 32 Ом. Тут еще нужно конечно упомянуть о высоком выходном импедансии того устройства, который для многих, предположу, стал камнем преткновения и заставил вычеркнуть H5 из своего вишлистайля и списка своих желаний. Он на минуточку с обычного выхода составляет 4,7 Ом, а с балансного все 6,6 Ом. Забегая вперед, скажу, что из всей моей коллекции наушников АЧХ заметно поплыла только лишь у пары-тройки чувствительных многодрайверов, в основном арматурных. С остальными, на мой слух, конечно, я никаких криминальных искажений не слышал, не услышал. О звучании ЦАП и о его совместимости с разными наушниками давайте подробно поговорим с вами в следующем разделе. Сейчас пора, наверное, уже мне сказать о том, что стоит H5 369 долларов, а купить его можно в онлайн-магазинах самой компании или же в крупных магазинах официальных дилеров, таких как, например, Hi-Fi Go. Вдаваться в подробности и серьезно обсуждать звук, который H5 выдает через свой сингл, то есть через выход на 3.5 я, ребята, совсем не хочу, потому что он мне не очень нравится из-за своего чересчур плюшевого шанлинговского окраса, который, на мой взгляд, лишает звук хороших атак и нормальных переходных процессов. Это, кстати, с любыми цифровыми фильтрами и при любом усилении делает этот звук слишком вялым и мягким. Многие такое нарекают живым и музыкальным, а я вот нарекаю просто вялотекущим. Низкие получаются размазанные, округлые совершенно не собранные. Панча нормального, считай, здесь нет. Верхние прижатые, однородные, непростые. А вот средние частоты ругать не буду, потому что они хоть и подаются тоже гладко и монолитно в шанлинговском стиле, все-таки как ни крути или как ни вороти нос, имеет и неплохую массу, и хороший объем. Одним словом, этот выход, мне кажется, может сгодиться только для прослушивания вокала в каких-нибудь не очень тугих и желательно резких наушниках. Совершенно не совру, друзья, если скажу, что дешевый, вот этот дешевый плеер F-Audio T3 на своем сингле более серьезно относится к своим крайним диапазонами, гораздо лучше их контролирует. А вот звук с балансного выхода H5 мне понравился, конечно, гораздо больше, друзья. Здесь, в отличие от небалансного выхода, тот самый шанлинговский махровый велюет санд уже заметно разбавили и более хорошей техничностью и более серьезным разрешением, а поэтому здесь уже имеются и атаки, и внятное трехмерное позиционирование, и всякие визуальные слои и планы. Низкие частоты на этом выходе отыгрываются достаточно масштабно, с хорошей глубиной и массой, и, конечно, уже с более ощутимым панчем. Средние без потери массы и глубины приобретают неплохую огранку и разделение, а верхние хоть по-прежнему и не будоражат воображение разнообразием своих опертонов и остаются все-таки немного прижатыми, уже ощущаются более массивными и разнообразными. А из наушников, которые с этим устройством особенно хорошо по балансу сыгрались, отмечу Tanjim One, панч и атака у них, должен сказать, просто невероятно изумительные. Очень понравилось, как раскрылись полноразмерный гармоник Dainte Zeus Elite и 7GOT EM6L. Этим просто, наверное, повезло, что они заметно тугие. Да, они многодрайверы, можно было предположить, что на них сильно негативно как-то повлияет высокий имбеданс, но, повторюсь, из-за того, что они тугие, они этой участи миновали. Мне, кстати, великолепно Shanling звучали в Venture Electronics C. А вот у арматурных Flow Audio Blue Lava и CVG Kuma на крайних диапазонах была уже заметна некоторая деградация и отклонение от нормы, причиной, который, скорее всего, и стал, опять же, высокий импеданс этого ЦАП. В общем, друзья, именно выход на 4.4, на мой взгляд, полностью и раскрывает статус этого устройства. Но по сравнению с ним ЦАП Venture Electronics Prime и усилители Renabout звучат, конечно, более напористо и ударно. Вот там, ребята, при сравнении сразу становится ясно, кто в доме хозяина, кто больше похож на стационарное устройство. Prime более многогранный на низких частотах и, конечно, гораздо лучше масштабирует средние и верхние частоты. Но не стоит забывать о том, что это устройство все-таки больше ориентировано на планарные динамические лопухи или на достаточно тугие внутриканалки. Да и с собой его как H5 в кармане, конечно же, не потаскаешь. Так что, ребята, это принципиально разные устройства, к которым, естественно, и относиться стоит по-разному. Hi-Fi плеер QLS 361, как известно, обладает менее окрашенным и более нейтральным звучанием. Если Shen Link больше уходит в пышность и в более однородную массу, то 361 противоположно ему, наоборот, подает все в натуральную величину, строже и, конечно, с более отчетливым разделением между всеми образами и инструментами. Более дешевый и менее функциональный комбайн Tempatec M3 обладает тоже аналоговым, но отличается от H5 более нейтральным и более аналитичным звучанием. А сейчас, друзья, как и обещал, совсем кратенько поговорим с вами о всем остальном. О стабильности устройства, о его живучести и, естественно, о моих сценариях использования. Понятное дело, что совсем кратенько не получится. Рассказать нужно будет много о чем, но я, во всяком случае, постараюсь. И начнем с вами со встроенного аккумулятора, емкость которого равна 3500 махам. Заявленная производителем живучесть вполне, мне кажется, походит на правду. И полного заряда АКБ действительно хватает примерно на 11-12 часов при использовании обычного выхода и на 7-8 часов при использовании балансного выхода на высоком усилении. На полную зарядку хоть приблизительно 2,5 часа в начале и окончании, который нам с вами просигнализирует светодиодный индикатор, который загорается красным цветом вот здесь над дисплеем в момент подключения зарядного устройства и гаснет только после полной зарядки. Давайте продемонстрирую вам. Подключаем кабель к специальному разъему, который служит только для зарядки. Он у этого устройства отдельный. И смотрим. Вот здесь над чардж должен появиться бледный, малозаметный красный индикатор, который, думаю, вы все-таки разглядите. Далее давайте расскажу вам о возможностях дисплея, который, несмотря на свои 0,87 дюйма, очень здорово облегчает жизнь. И еще поговорим о функционале двух навигационных клавиш, крутилок или энкодеров. Включается устройство долгим нажатием на правый регулятор, после чего на дисплее отображается последний используемый нами режим, индикатор заряда, уровень усиления рядышком, уровень громкости, разрешение файла и шкала текущего трека. Также правый регулятор служит для регулировки громкости, для постановки музыки на паузу и для блокировки всех элементов управления двойным нажатием на него. Два раза нажимаем, появляется замочек, значит мы с вами заблокировали все элементы управления. Чтобы разблокировать, также два раза на него нажимаем. Вращением левой крутилки вправо или влево можно переключать треки вперед и назад, а нажатием на нее переключаться между режимами. Всего F5 это режим плеера или проигрывание с карты памяти, режим USB ЦАП, режим беспроводного ЦАП, Bluetooth, оптический и коаксиальный выход. Долгим нажатием на этот энкодер, мы попадаем в главное меню, в котором по очередным нажатием на ручку можно передвигаться по пунктам меню, а вращением вносить изменения в настройки. Все эти настройки также зеркально ребята дублируются в приложении Dictlayer, поэтому рассмотрим их лучше там. Для того, чтобы выйти из основного меню, нажимаем на клавишу крутилку и снова удерживаем ее около двух секунд. Ну а так как я в основном пользовался устройством как классическим плеером, то есть слушал файлы с карты памяти и совсем не стеснялся таскать это широкое 270 граммовое чудовище в кармане, не могу не отметить хорошую эргономику и удобное расположение всех элементов управления, которые очень легко нащупываются практически в любом кармане. Однако про устройство в кармане можно забыть и вовсе к нему не прикасаться, потому что оно поддерживает фирменное приложение Dictlayer и функцию Synlink, которая позволяет управлять ими настраивать его с дисплея вашего смартфона. Кстати, не стоит, как многие это до сих пор делают, путать эту функцию с беспроводным звуком. При помощи Synlink вы просто управляете плеером, в то время как весь звук идет с карты памяти и по проводам. Естественно, эта функция никак на качество звука, ребята, не влияет. Впервые, напомню, с подобной концепцией управления я столкнулся еще во времена владения Hi-Fi Man 901, но запомнил ее как нечто сырое, недоделанное и не очень стабильное. Здесь же, ребята, все работает достаточно стабильно и, главное, быстро. А после подключения устройства к смартфону нам в приложениях, плеере становится доступна вся наша библиотека или содержимое карты памяти и, как говорил уже, основные настройки, в которых мы можем узнать версию прошивки, настроить яркость дисплея, активировать режим двойного ЦАП, выбрать один из шести цифровых фильтров. Я в основном использовал короткую задержку и быстрый спад или же просто быстрый спад. Далее мы можем выбрать один из трех типов усиления. У меня всегда на всех моих устройствах, ребята, стоит самое максимальное значение. Также мы можем настроить баланс каналов, выбрать режим подключения по USB, удаленно заблокировать навигационные клавиши устройства, перевернуть, если требуется дисплей на 180 градусов, мало ли кому-то будет так удобней, задать время отключения устройства при простой и настроить время отключения подсветки дисплея. Единственная прошивка, ребята, обновляется непосредственно через специальное меню самого аппарата. Недавно, кстати, да вроде даже позавчера, вышла новая версия 1.2, в которой были только минорные обновления фикса, направленные в основном на улучшение энергопотребления и на общую стабильность работы устройства. На звук эта прошивка, естественно, на друзья никак не повлияла, поэтому звучание с трех с половиной миллиметрового выхода лучше не стало. Ну а накатывается прошивка достаточно легко скачиваем ее с официального сайта, кидаем в корень карты памяти и прошиваем через одноименный пункт меню на самом аппарате. Так, ну и помимо того, что в основном пользовался этим устройством как плеером, конечно, активно погонял его в режиме USB ЦАП с компьютером, да, с разными смартфонами для проверки, чуть-чуть только по беспроводу, то есть в качестве Bluetooth ЦАП. Что касается USB подключения, то в этом случае, ребята, ничего нового я вам не расскажу. С Windows 10 Shanling дружит просто отлично. Есть поддержка него как посредством стандартных драйверов, так и посредством фирменных от самой компании, которые можно взять там же на сайте. Подходят они и для старых версий этой операционной системы. С macOS, как и с айфонами, все еще проще. Подключили один раз и забыли. А с Android смартфонами уже придется поработать ручками. Во-первых, для бесперебойной работы самого Edict Player и протокола SyncLink приложению желательно принудительно дать полный доступ ко всему, чему только можно и разрешить все, что только можно и нельзя. Как в приложении, так и в настройках уведомлений в самой системе. А при первом подключении H5 к смартфону Edict Player обязательно рекомендуется дать доступ к файлам и вдобавок разрешить ему вносить изменения. Если всего этого не сделать, то, повторюсь, не исключены проблемы и всякие неприятные неожиданности. Например, при использовании через SyncLink в плеере может не отображаться установленная в ЦАП ваша карта памяти. Да, и версия Edict Player для гарантированного успеха должна быть самой последней и желательно установлена с чистого листа. Ну и последнее, не забываем, разрешить системе Android использовать H5 в качестве USB ЦАП по умолчанию. А еще забыл сказать о том, что при работе в режиме ЦАП на айфоне системная громкость блокируется и доступна только аппаратная на самом H5, а на Android настраивается и работают оба типа громкости. Кстати, как беспроводной ЦАП наш зверек работает вполне пристойно даже с айфоном, используя Apple AC. Качество звука, конечно, падает, края диапазонов подъедается еще сильнее, но слушать вполне себе можно. Но, опять же, лучше по балансу, а не с обычного. Да, и, кстати, наушники с гарнитурами и микрофонами в этом режиме не поддерживаются. Вот таким я увидел, друзья, Shanlink H5 в рамках своих сценариев и как Мока писал его. Конечно, много чего не раскрыл, много о чем еще не рассказал. В пределах одного видеообзора, признаюсь, делать это очень сложно, потому что устройство само сложное и навороченное, и порой обо всем или забываешь рассказать, или не успеваешь. Но, как всегда, надеюсь на то, что хоть чем-то допомог вам. Лично мне очень понравился дизайн устройства, его богатый функционал и юзабилити. Больше всего понравилось использовать его в качестве плеера через SingLink. Я остался доволен его автономностью и вполне был удовлетворен его звучанию с балансного выхода, чего не могу сказать о его звучании с 3,5-мм выхода. Но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет, а это, ребята, только мои субъективные вкусы, мнения о подобном звучании. Напомню, я предпочитаю все-таки более напористое, и более ударное звучание с небольшим только аналоговым окрасом, каким на примере обладает упомянутый мной Venture Electronics Primer and About. Однако уверен в том, что поклонникам фирменной шанлинговской подачи такой звук придется по душе, и они найдут там и панчи, и атаки, и трумузыкальное звучание. А у меня на сегодня все. Не забывайте благодарить участников нашей команды лайками и подписываться на наш канал. Пока!